Здравствуйте, дорогие друзья! Теперь мы уже больше понимаем, что такое сдвиг энергетический. И мы теперь уже больше понимаем, что это только были первые сдвиги в этом году. А еще их будет очень мощных и сильных, как минимум три. И поэтому, чем больше у нас знаний, чем больше у нас проходит внутренней трансформации, чем больше мы объединяемся на ментальных планах в своих помыслах во благо всех, а не меня одного, то тем нам легче проходить эти испытания. А испытания у всех не шуточные. Поэтому в последнее время стараюсь выкладывать темы, которые быстрее, мощнее сдвигают нас в сторону знаний, в сторону переосмысления, в сторону трансформации. И те, кто сопротивляется, те, кто противостоит глобальным процессам, им, конечно, сложнее. Уговаривать кого-то, вы знаете, вот посмотрите, вот изучите. Вот, например, для меня лично был большим откровением ролик, урок 18, уроки вознесения, Эль Михаила Небодонского «Абсолютное единство». Всем советую посмотреть этот ролик. Советую даже не просто посмотреть его, а советую изучить его. Проходит какое-то время, и я снова возвращаюсь к этому более глубокому анализу. Потом еще проходит какое-то время, и я снова возвращаюсь с мыслями к еще более глубокому анализу. Поэтому, пожалуйста, не пропустите. Очень интересная тема. Сегодня вашему вниманию челенинг, ответы на вопросы, контактер Софос, челенинг главного определителя от 28 марта 2017 года. Ведущий, я приветствую главного определителя и хотел бы задать несколько вопросов. Силы, мы приветствуем тебя. Я главный определитель. Я внимательно слушаю твои вопросы. Ведущий, у меня первый вопрос по отношению цивилизаций и учительской системы. Как на сегодняшний день обстоит это соотношение? Насколько учительская система будет влиять на сценарий правого лепестка, по вашему мнению? И когда она будет влиять на сценарий правого лепестка или на правый сценарий? Силы. Это вопрос, который находится в состоянии постоянного изменения, постоянной синусоиды, поскольку сама учительская система сейчас не имеет опыта вхождения в систему управления пространством восприятия такой большой массой наблюдателей. С каждым днем в правый сценарий переходит несколько миллионов наблюдателей. И это достаточно много с точки зрения развития, с точки зрения поступательного движения. По пути этот сценарий является только облегченным с точки зрения убирания эгрегоров, неких эквивалентов, которые ранее давили на сознание, превращали человека в некую зависимую суть. Эти зависимости убираются не сразу при решении вывести человека в правую сторону. Определяется эквивалент с его душой. Определяется некая новая программа. И потом он в той же матрице начинает выходить в состояние правого сценария. В правом сценарии со временем будут добавляться новые матричные коды, новые состояния иллюзорных привнесений внешних объектов, состояния общения и так далее. Все эти достаточно сложные алгоритмы взаимосвязи и, самое главное, уровни расчетов, которые должны делаться на много дней, на много недель, на много месяцев, вперед должны производиться теми объектами разумности, которые к этому готовы. Учительская система может на сегодняшний день только рекомендовать, только условно дирижировать с точки зрения ее опыта, ее возможностей. Но как дана установка душ, дана и получена установка высшестоящих разумов. Учительская система должна сама научиться программировать, взаимосвязывать события, предсказывать их в краткосрочном будущем. Эти состояния учителя не только еще не освоили, но даже не определили в своем опыте. Это процесс обучения, это процесс нового для них опыта. Этот опыт будет одним из новаторских в этой галактике, поскольку сам по себе опыт учительской системы, как правило, связан с опытом душ, с опытом тех пространств, в которых определяется наблюдатель. Учительская система находится на уровне пятой, шестой, максимум седьмой мерности. С точки зрения взаимосвязи наблюдателя и сознания человека, с точки зрения опыта человека и душ, только некоторые высокопоставленные учителя определяются вышестоящими системами надпланетарного уровня. Сама по себе учительская система на сегодняшний день не готова принять на себя функцию управления пространством восприятия, а может только предполагать, предсказывать и рекомендовать определенные ходы, определенные соотношения. В этом состоянии она будет находиться еще не менее полутора-двух лет, пока не будут получены уверенные результаты, которые будут давать достоверность в определении тех эмоционально-чувственных каркасов, тех состояний сообщества и социума, которого необходимо достигнуть. Хотя сейчас мы уже берем из учительской системы около от 15 до 20% рекомендаций по отношению к сценарному плану, к тем событиям, которые будут разворачиваться в правом лепестке сценария. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны мы доведем этот коэффициент до 50% и более. Но это будут только рекомендации, поскольку, собственно, построение сценарных планов, построение логистических схем, траекторий, соотношений пространства и наблюдателя будет долго еще находиться в нашем состоянии, в наших функциональных обязанностях. Ведущий, спасибо. Еще вопрос. Как цивилизации будут соотноситься с этим правым сценарием и что они будут определять в отличие от обычного сценария, который происходит в левом лепестке или левом варианте? Силы. Это действительно интересный вопрос, поскольку, как правило, цивилизации занимались в основном энергообменом, построением схем, которые определяли человека в соотношении с пространством, которое вы называете деструктивным. С точки зрения нашего понимания, это пространство архитектора, это пространство нашего сотворения, пространство техногенных конструкций, в том числе и финансовых зависимостей, и состояний пищевых цепочек, и состояний определенной экономики, иллюзии государства, чиновников, законов. И так далее. Все эти соотношения так или иначе привносятся со стороны цивилизаций и душ, которые определяют их конгломератный состав с точки зрения их интереса, их сочетания. Эти сочетания интереса согласовываются в Галактическом Совете, который, по сути, определяет сам главный определитель галактики, только он состоит в основном из цивилизаций главного определителя и учительской системы, которая присутствует на Галактическом Совете с совещательным голосом. Следовательно, все привнесения, которые вносятся в баланс каждой планетарной системы, как войны, катаклизмы, в том числе как изменения, так или иначе определяются как некие необходимости соответствия. Хотелось бы сказать о катаклизмах. Сами по себе изменения в системной матрице Гаи являются отдельными и независимыми от нас явлениями, которые мы учитываем, запрашиваем у Гаи дальние прогнозы. Состояние крупных прогнозов на сегодняшний день, крупных явлений, катаклизмов на сегодняшний день мы знаем за 6-7 месяцев до их наступления. А этого недостаточно, поскольку мы не можем прогнозировать состояние сценарных планов с точки зрения больших изменений. В этом плане есть определенное напряжение и с точки зрения сценария, и с точки зрения их будущих реализаций, их будущих проявленностей. Поэтому мы постоянно обращаемся к Гаи, к душе Гаи, дать нам некоторые прогнозы на более дальние планы, на полтора, два, три года, которые будут нам давать соотношения, давать нам рекомендации, давать нам планы развития, которые мы можем реализовать в состоянии завтрашнего дня, в состоянии сегодняшней точки отсчета будущего. Цивилизации, в свою очередь, играют достаточно значительную роль в изменении сценария в правую сторону. Нельзя считать, что у них нет этого опыта. Этот опыт у них есть и у Ориона, и у Сириуса, и у Андромеды, и у Арктура, и так далее. И все они имеют исключительную, разную палитру, разные соотношения, разные переливы. Эти переливы, эти соотношения так или иначе будут формировать определенные, новые состояния человечества. Ведущий. Благодарю за информацию. Субтитры создавал DimaTorzok